здравствуйте в мире здравствуйте в любви здравствуйте весне со многими из вас мы прошли достаточно долгий путь и когда я говорю о долгом пути то на самом деле мы никуда не идем но не идем физически а изменяем себя погружая свои внутренние пространства и освобождаем там через свою любовь что является энергией и принятие то есть через свет блоки зажимы части себя в недовольстве сопротивление в ненависти в обидах и в слабости и в ограничениях а также в зависимости и в раболепии и я могу перечислять долго это и желание властвовать и желание контролировать а теперь еще серьезнее и еще глубже и снова всем известная фраза палка о двух концах и там где есть длительная слабость и независимость через зажатие через набор негативного объема энергии происходит мощнейший выброс в контроль и власть противоположность другой пример мы с вами помним да что у палки два конца или понимаем что мир 3d это мир полярности и почему же нас выбрасывает в него из наших светлых состояний потому что вы не всегда в них потому что вы еще соприкасаетесь с коллективным сознанием потому что она еще пока влияет на вас даже тех кто приближен к пятому измерению да потому что пока массовое коллективное сознание людей колеблется между третьим четвертым и пятым измерениями такой себе массовый коктейль энергии все будут колебаться и у всех есть до последнего вздоха шанс на поднятие высоких вибраций пример пример полярности обида милосердия это полярности но обижаться то мы привыкли больше чем быть милосердным потому что энергию прощения можно наработать через открытое сердце через собственное понимание пересмысление а до этой поры обижаться легче и привычнее и это шаблон старого восприятия мира и он работает а надо уравновесить их эти две полярности но хотя бы 49 на 51 тогда в нейтральном состоянии вы сможете находиться в своем настоящем времени и оттуда из него из своего настоящего творить благо для себя и всех но если вы не можете выровнять себя то будет выбрасывать из одного состояния в другое и это колебание которое отнимает силы и время и вы ни в чем не виноваты потому что для выравнивания или баланса вам нужно время и переосмысление внутреннее и глубокое и глубинное до полной тишины что и является устойчивостью или балансом до этого времени вам будет казаться что вы уже достигли вы суд милосердие состояние всем желаю мира и добра восторженность а потом раз и алкоголик в подъезде матюками кроет ни за что или в транспорте бомж воняет кислятиной и оппа опять выбросила в обиду или ненависть или предвзятость или в презрение или в гнев или в боль или в злость и все как качели бах и ты внизу и чем выше взобрался тем ниже упадешь и самые болезненные состояния вы будете испытывать со своими близкими это извините карма мы с ними пришли сюда на землю чтобы научиться взаимодействовать более системно постоянно и постоянно научиться балансировать поэтому те пары те семьи которые постоянно балансируют эти энергии они таким образом продвигается вперед те кто умалчивает что-то не доверяют чему-то хитрят то они будут пробуксовывать в итоге обманывать сами себе и дорогие поверьте этого падения бояться не стоит потому что у вас уже мощные инструменты и вы можете выбраться оттуда гораздо быстрее чем раньше да просто взлететь можно потому что вы уже знаете какой должна быть энергия милосердия и великодушие а почему же вам предоставляется такой опыт постоянных испытаний на этот негатив да потому что вы должны научиться удерживаться в состоянии полета или в состоянии относительной невесомости которая и есть разряженность в тонких высокочастотных мирах например вы можете себя представить висящим ну на один метр над землей просто висите в невесомости или это антигравитация и совсем скоро это будет естественно для всех людей ну или один я висит в воздухе на ментальных планах а другой я сидит на стуле или лежит на постели какая разница и это уже многомерность и если вы меня спросите могу ли я это делать отвечу могу и вы можете просто небольшая тренировка и вы можете один лежит один на один метр причем если вы научитесь вот того которого вы представляете на один метр на уровне вашей мысли видеть здорового молодого красивого счастливого улыбающего радостного светящегося а потом его как бы в себя погрузить то вы будете омолаживаться пробуйте это просто работа с образом также вы можете быть одновременно в двух местах и это у вас всех называется воспоминание допустим вы лежите на диване в 2017 году а вспоминаете о том как 2002 году вы отдыхали на море вот пожалуйста это ваше воспоминание и допустим а поездки на море или по первой влюбленности где яркие эмоции были вот вам и в двух мирах но вы можете сразу быть и в трех мирах и больше и этот мир куда мы с вами движемся но двигаться мы можем когда мы легкие перестали колебаться между двумя полярностями и вышли из мира контрастов когда все приняли и когда стали великодушны и разрешили всем пройти свой опыт каким бы он ни был а через прощение и благодарность легко выйти из дуальности просто надо быть внимательным только тогда вы сможете быть в балансе и в глубинной тишине тогда будете в состоянии творить мыслеформу благополучия потому что сейчас мысль быстрее внедряется в очень благодарна вам за то что вы меня услышали чем ярче ваш свет тем более серьезные испытания вам предоставляет ваша душа ей важно чтобы вы закрепились состоянии баланса почему я делаю на этом акцент потому что сама часто не понимала за что и поэтому делюсь с вами чтобы вы знали кто подруливает вам новые и новые испытания и это ваша душа вот и благодарите ее за этот все более и более яркий негатив потому что света у вас стало больше и негатив естественно ярче только здесь на земле вы так быстро освещаете свой негатив на милость бога или великодушие тем более в это время перехода потому что даются все более и более мощные энергии на что они даются на ваш баланс или на переход я понимаю много проблем так вот не надо голодать не надо сидеть без денег не надо быть недовольным собой не надо сидеть в глупой жертве во имя людей не надо пробуйте благодарить заранее это ваш инструмент пробуйте благодарить заранее за то чего вы еще не имеете вы приходите на работу и вам что сразу дают зарплату нет вы пишите заявление так и здесь пишите благодарности за новое место работы где вам комфортно и радостно взаимодействовать как с начальством так и с коллективом которого еще нет или благодарите за то что вы состоятельны во всех смыслах и в биологическом и в психологическом и в социальном и в духовном то есть вы благодарны заранее во всех аспектах своего существования не выбирая один аспект в ущерб другому вы меня слышите не выбирайте одно в ущерб другому а благодарите за все аспекты своего существования давайте вместе я дочь божья лора здесь и сейчас в настоящем моменте благодарю за гармоничное проживание на планете земля во всех аспектах в биологическом психологическом в социальном и в духовном и я уравновешиваю их и благодарю заранее вселенную за то что она мне предоставила такой богатый опыт творческой реализации своей души в мире материи мы выравниваем круг нашей реализации и перестаем бегать по кругу с высунутым языком как у загнанной собаки а мы расширяемся и по ходу прощаем себя бесконечно за все столько сколько мы застревали во внутренних пространствах например устремляясь только в активации в социуме директор допустим предприятия что происходит да мы оставляем без своего внимания семью и детей и они воспитываются как гуси на лугу или слишком взрослые раньше срока своего естественного возрастления о чем я я о кренах перечислять их сейчас не стоит потому что вы прекрасно сами знаете об этом все так вот чтобы их этих кренов не было мы заранее обозначаем или планируем или благодарим за баланс за гармонию за уравновешивание всех аспектов своего существования как биологического как психологического как социального так и духовного я функционирую гармонично во всех аспектах и благодарю вселенную за предоставленный опыт гармоничного проживания на земле я на постоянной связи с планетой и возношусь вместе с ней в более высокие сферы сознания почему это сейчас так важно потому что сейчас уже повысились частоты и после 22 марта еще будет повышение до осени скачок высоких вибраций а осенью будет еще более мощный скачок и к 2018 году мы заметно изменимся в своем восприятии мироздания через милосердие и великодушие понимаете и чтобы оставаться довольным собой и другими уходим на глубину и внутреннюю тишину через довольство собой и другими радуемся по-любому или натурально или искусственно все равно но радуемся пусть это будет любая радость любое довольство собой принимайте себя любого или любую неважно вспоминаем палку о двух концах и заворачиваем крайности в круг альфа и омега и живем в довольстве собой соединяем ненависть и любовь соединяем горе и радость соединяем плохо и хорошо соединяем отца и мать мир и войну смерть и жизнь предательство и преданность полноту и пустоту и получится знакомый всем китайский символ инь-янь или мудрость или цельность и вот поздравляю вы в четвертом измерении в состоянии принятия и доверия теперь вы синхронизируетесь с планетой Земля по вибрации потому что Земля уже вошла в четвертое измерение и движется в своей осознанности к пятому измерению а мы вместе с ней так гармоничнее и естественнее чем противостояние а зачем противостоять природе и ее пробуждению надо пробуждаться вместе с ней к новой жизни и таким образом жить в качестве и своей реализации кому это сложно что я могу предложить я могу предложить камеры любви тем кому она нужна конечно для помощи мы сейчас можем с вами зарядить допустим на ночь камеры любви я здесь и сейчас в расслабленном состоянии прошу пледеанских эмиссаров света разместить межпространственный конус света и приглашаю свое высшее я и прошу своего ангела хранителя и земного ангела сопровождать меня во время моего сеанса до утра в камерах объединяющей любви архангельской любви мужской любви женской любви инь-янь до утра прошу взаимодействовать со мной только существ света и благодарю всех существ света и вы снова зададите мне вопрос и что это так работает ответ да это так работает сила вашей мысли сила вашего намерения создает и изменяет пространство вокруг вас оно обновляется вы просите вам помогают вы не просите вам не помогают потому что сами вы находитесь как дерево с высохшими корнями слишком слабая связь землей с жизнью вечной или много паразитов разных за тысячелетия чтобы этого не было надо просить освободить свою душу от всех паразитических программ от всех зависимостей у кого мы можем попросить и как я прошу великое центральное солнце освободить мою душу от всех паразитических программ и от всех зависимостей что еще можно сделать еще можно любить 24 часа в сутки поэтому когда вы заряжали камеры вы можете еще вокруг себя создать с помощью плейдианских эмиссаров света кокон любви кокон мира кокон света на 24 часа вот кажется я все что хотела вам сказать сказала и быстро повторю не бойтесь когда выбрасывает вас в негатив благодарите за него душу размещайте камеры любви на ночь и кокон света любви мира на 24 часа через приядинских эмиссаров света объедините палку о двух концах полярности на земле помните да земля вошла в четвертое измерение и там полярности не существует она только в вашем сознании это можно исправить кольцом объединяем полярности принимаем себя в любом качестве зачем все это спросите вы или скажите а мне это не нужно ответ чтобы жить в 2018 году с вами в творческой реализации и последнее для тех кто уже готов работать на высоких уровнях сознания 26 числа солнечное затмение открытый портал когда вы можете серьезно помочь своей планете привлекая из источника энергию высоких частот и пропускаете ее сквозь свои тела сквозь свое сердце в сердце планеты и из нее обратно в источник таким образом идет два световых потока через вас один сверху вниз другой снизу вверх это называется обычным естественным состоянием энергообмена и воссоединение всего сущего что способствует эволюционным программам и нашему человеческому благополучию время везде разное просто загуглите когда в вашем регионе солнечное затмение и творите на здоровье своими методами и своими способами здесь то у вас поле широкое что еще хорошо знать что отправляем этот свет через сердце Африки или африканского континента потому что начинает освобождение планета с самых угнетаемых мест или самых обделенных чем является Африка и так будет идти освобождение по всем регионам всем желаю сливаться в единое световое поле и объединяться на ментальных планах сознания со всей световой человеческой семьей место и время не имеет значения там нет ни места ни времени ни номеров ни фамилий там души людей и свет исходящий почему мы привязываемся к земному времени потому что оно происходит на плане материи и желаю всем творческой реализации с вами в творческой реализации 26 числа в открытом портале солнечного затмения лора и на м и в в в в какие работы разбор все как все и все в 你就 и так м все